В администрации города Новошахтинска состоялось заседание круглого стола Законодательного собрания Ростовской области на тему «Актуальные вопросы переселения граждан из ветхого жилья и развития социальной инфраструктуры в шахтерских территориях». На заседание пригласили руководителей городов Шахты, Гукова, Донецка, Татцинского, Белоколитвинского и Октябрьского районов и сразу же задали вопрос первому заместителю председателя Законодательного собрания Сергею Михалеву, а почему именно в Новошахтинске проводится круглый стол? Новошахтинск, во-первых, это в Ростовской области один самый первый город, который вошел в реструктуризацию с 95-го года, даже раньше, наверное, с 95-го года уже пошло финансирование. Это город, в котором практически одномоментно, практически, очень с коротким периодом закрылось 9 шагов. И это город, который, по моему мнению, добился хороших результатов в вопросах переселения граждан и в других вопросах, касающихся закрытия, реструктуризации угольной промышленности. Здесь есть хорошие результаты и есть чему поучиться. Тема первого вопроса – переселение граждан из ветхого жилья. У нас остались и решенные обязательства перед жителями наших городов. У нас с вами во время переселения граждан из ветхого жилья образуются целые улицы. Я бы назвал даже таких гетто, заваленных мусором, заросших травой, переселенных домов с пустыми окнами. Кто там собирается и кто там что делает – непонятно. Губернатор эту тему постоянно задает на федеральном уровне на всех руководителям, которые ответственны за это. В Государственной Думе этот вопрос на постоянном контроле и надо поблагодарить Екатерину Петровну, что она со всеми федеральными чиновниками, которые могут решить этот вопрос, встречается. И вот я уверен, перед защитой бюджета на 2024 год опять будет встречаться. Ну и я должен сказать, товарищи муниципальные служащие, чиновники, что эти проблемы, шахтерские города, вы не поверите, будут преследовать постоянно, вечно. Вопрос переселения из ветхого жилья стоит на контроле не только губернатора, но и Государственной Думы и президента. В проекте бюджета Российской Федерации на 2023-2024-2025 год на переселение из ветхого жилья именно в шахтерских территориях было изначально 0 рублей 0 копеек. И только благодаря поправкам единой фракции «Единая Россия» на нашу Ростовскую область было зарезервировано 5,4 миллиарда рублей. Это очень важно, потому что это отстаивали именно депутаты нашей фракции. Потому что, еще раз повторю, наша позиция, что все государственные обязательства перед нашими гражданами должны исполняться ровно на 100%. И, конечно, очень с одной стороны сложно отстоять деньги в федеральном бюджете, но с другой стороны еще сложнее сделать так, чтобы эти деньги были все израсходованы правильно и доведены до наших граждан. Я посмотрела просто план того, как у нас должно реализовываться переселение из ветхого жилья в шахтерских территориях. Вот на 14 июля были цифры следующие. У нас в 2023 году по плану нужно переселить в Ростовскую область 219 семей. На 14 июля фактическое исполнение было 115. За полгода половина. Хорошо это или плохо, но мне кажется, что можно ускоряться и делать цифры гораздо более эффективны и эффективнее переселять наши семьи, потому что в следующем году, в 2024, нам по плану нужно переселить 606 семей. Только в Новошахтинске это будет 242 семьи, а в Шахтах 252. То есть представьте, 242 новые квартиры. Но 242 семьи должны получить новое комфортное жилье, новые квартиры. В 2025 год точно так же в Новошахтинске еще 164 семьи. Поэтому очень правильно, что мы выбрали площадку города Новошахтинска, потому что Сергею Алексеевичу с его командой предстоит создать условия по обеспечению жильем большого количества семей в городе Новошахтинске. Минстрой Ростовской области реализует программу переселения с 2010 года. За это время улучшили свои жилищные условия более 5000 семей. Финансируется программа из федерального бюджета. В 2023 году нам реализуются мероприятия в семи муниципальных образованиях. Это города Гуково, Донецк, Новошахтинск, Шахты, Тацинский, Белоколитинский и Октябрьский район. Как уже было сказано, в текущем году запоминали обеспечить жильем 1019 семей. Из них начнешь ли, если оно уже 134. Это 61% от плана. И в двух муниципальных образованиях мероприятия текущего года уже выполнены в полном объеме. Это Белоколитинский и Октябрьский районы. Лимит средств в текущем году составляет 1 170 000 000 рублей, 63% от плана которых уже освоено. Условием участия мероприятия для граждан, я напомню, что является непригодность для помещения, единственное жилье для гражданина и регистрация и отроживание по адресу непригодного дома на дату принятия решения о ликвидации шахты на период его расселения. С 2021 года в перечне оснований, являющихся возможными для уточнения списка граждан, был расширен. Дано право гражданам, проживающим в неучтенных при разработке проекта в ликвидации шахт, домах, являющихся ветхим жильем на день принятия решения о ликвидации шахты, и гражданам практически отсутствующим на момент составления списка, но зарегистрированы в ветхом жилье и владеющим правом собственности или иным правом на него. Я хочу также сказать, что в наш адрес поступают различного рода обращения гражданам, в том числе по переселению из ветхого жилья, и одним из вопросов является отказ от предоставления соцвыплаты в связи с тем, что ветхое жилье принадлежит им на право наследования. С этим вопросом мы выходили на федеральный уровень, обращались с предложением расширить и уточнить списки категорий граждан, которые имеют право на соцвыплату. Пока этот вопрос оставлен без рассмотрения, но тем не менее актуально свое он не теряет. В каждой шахтерской территории области остро стоит вопрос не только переселения, но и сноса отселенного жилья. Долгое время о финансировании сноса и речи не было. Главная задача была переселить людей. Но сейчас отселенные дома создают угрозу безопасности. Участники заседания обсудили тему перераспределения средств на снос. Как только закроется финансирование программы, а оно закроется, вы видите, в 2024 году, причем по вашим предложениям, все остальные проблемы, а они будут, они лягут на вас, на ваш бюджет. И вот тогда еще плюс к тем проблемам, которые есть по сносу, лягут эти. И чем вы сегодня организованнее проведете и инвентаризацию, действительно мы с Сергеем Алексеевичем о ней говорили, я уж не помню, наверное, еще года полтора назад, может быть больше, уже времени достаточно. И после этого губернатор дал распоряжение, и комитет к этому законодательное собрание возвращался. Чем организованнее вы проведете, чем организованнее вы всех переселите граждан, кому положено, я не говорю о тем, кому не положено. Есть определенный порядок, есть закон, есть определенные обследования и так далее, не буду в него вдаваться. Чем больше вы людей, чем меньше их останется, спорных каких-то, возможно судебных, сегодня надо с каждой семьей конкретно разбираться. Не переселите, вопросы вернутся к вам. Буквально на следующий день. Это еще раз к вопросу, а зачем к этому возвращаться? Она уже заканчивается, но не заканчивается программа. Она будет продолжаться, потому что действительно с 95-го года появились право наследования. Кстати, право наследования, сформулируйте, пожалуйста, законодательное собрание обязательно возьмется этим вопросом заниматься. И право наследования, и появились новые семьи, а ну-ка с 95-го года, уже те, кто были дети, уже имеют свои семьи, они же остались там жить. И сегодня там, где была одна семья, возможно две, а то и три уже, и надо переселять. Вот все эти вопросы надо развязать. Их надо, сегодня есть деньги. Еще одна важная проблема – капитальный ремонт социальных объектов, пострадавших от ведения горных работ. В федеральном бюджете в строке финансирования 58 социальных объектов, реконструкция, капитальный ремонт, пока нет денежных средств на эту работу. Но это не значит, что это как-то в нулевом состоянии находится. Конечно, вопрос еще с 2012 года, когда, может быть, и раньше, но мы привязываем это к 2012 году, тогда было по инициативе губернатора нашей Ростовской области, было президентом Российской Федерации, поручено Минэнерго России совместно с Минфином России рассмотреть вопрос финансирования капитального ремонта и реконструкции 58 объектов. Ну, в частности, вот у меня есть статистика, Новошахтинск 24, Шахты 17, Тонецк 8, Октябрьский 4, Татинский 2, Красносулинский, Белокалитинский угол по одному объекту. Конечно, с 2012 по 2016 год Минэнерго России за счет федерального бюджета выполнила проектно-смертную документацию на капитальный ремонт, на реконструкцию 41 объекта. Лишь незначительное количество, всего лишь там два, значит, всего лишь три объекта, кроме этих 41, были выполнены. Два объекта включены в федеральные госпрограммы образования культуры. Один объект получил, там, Леоний стал, в городе Шахты, стал объектом культурного наследия, где там будет особый режим и в реконструкции. Значит, вот вопрос продолжает быть на контроле и в нашем министерстве, и в постоянном режиме Сминэнерго мы этот вопрос проводим, совещание, общение, ведет переписка. Конечно, на определенном этапе этого длительного времени, особенно эта нагрузка чувствовалась в прошлом году, Минфин, Россия, в общем-то, начал занимать позицию и перекладывать все эти работы на регион. Пожалуйста, вот мы, что смогли, в общем-то, сделали, там документацию выполнили, проектно-смертную на 41 объект. Мы занимались, занимаем позицию, что все-таки государственные шахты закрывались, государство должно довершить этот процесс, и все затраты, в общем-то, федерация должна довести до конца, и профинансировать эти объекты. Очень длительные, очень сложные были переговоры, общения, консультации, ВКС проводились, Минфин занимал принципиальную позицию, но что греха таить и сейчас занимает эту позицию. Опытом работы в этой сфере поделился глава администрации Новошастинска Сергей Алексеевич Бондаренко. Было включено 5090 семей на территории города, в списке подлежащих переселений, это 13 428 человек. По завершению переселения граждан в прошлом году социальные выплаты были предоставлены 4978 семьям, это 13 128 человек. Использовано 6,7 миллиарда рублей. Таким образом, каждый восьмой житель города принял участие в программе переселения из ветхого жилья. Вот на начало 23-го года непереселенными осталось 121 семья. Это вот по программе. В 23-м году из федерального бюджета выделено 212 миллионов рублей. Социальные выплаты предоставлены еще 41 семье. И на январь 24-го года непереселенными остаются 75 семей. Средства вот для переселения указанного количества они предусмотрены в бюджете 24-го года. В рамках мероприятий по сносу ветхих домов вот я в двух словах коснулся, я не стал эту тему я хотел послушать, что вы скажете, очень нормально все. И поэтому, знаете, у нас произошло у всех присутствующих одно и то же. мы как бы переселяли граждан, а снос мы не успевали делать по одной простой причине, что они не так быстро, и как и сейчас, не так быстро просто-напросто освобождаются и уходят со своих помещений. Поэтому вся эта тема, она затягивалась где-то на год, где-то на годы. и поэтому вот из-за этого мы, все мы, сидящие здесь, просто-напросто писали письма и корректировали. Эти деньги отправляли на переселение, а на снос, естественно, не брали деньги. Даже когда было финансирование. Да, даже когда было финансирование. Оно было неактивным по сносу. Вот мы, допустим, всего за это время было снесено, это вот с 7 по 15 годы всего 163 дома. И сумма такая интересная, тогда, когда она была, она всего лишь 163 дома на 13 миллионов рублей. Сегодня суммы, они, если бы 167 домов мы бы снесли, это было бы, ну, как минимум, 167 миллионов. То есть система увеличилась как минимум в 10 раз. Я еще раз повторю, 850 домов. И вот мы считали, миллиард 670, это вот такой минимум, который на сегодняшний день нужен для того, чтобы это все пересели. Что касается объектов социальной инфраструктуры, вот по Новошахтинску, ну, сказали уже 24 объекта, но с 11 по 16 годы на территории города Новошахтинска, Минэнерго Российской Федерации, выполнены мероприятия по капитальному ремонту 12 социальных объектов. Это школы, детские сады, включенные в проект ликвидации, его в Ростововой. С общим объемом финансирования из федерального бюджета 228 миллионов рублей. Эта вот работа была выполнена. Я еще не говорю, что там сделана огромная, большая работа. Это по инфраструктуре, это и по водопроводным сетям, это и по канализационным сетям, это и по насосным, это и по электрическим различным сетям, это и по подстанциям. Ну, не буду это зацикливаться, потому что у меня целый лист той работы, которая сделана. Экологические вопросы. Да, экологические вопросы. Очень много работы сделано. Проблемами своих территорий поделились руководители шахтерских городов. Итог встречи подвел Сергей Александрович Михалев, ответив на вопросы журналистов. Сегодня в преддверии принятия работы над бюджетом федеральным необходимо нам сформулировать те задачи, которые стоят сегодня по ремонту капитальному реконструкции этих объектов. Причем те требования Минфина Российской Федерации, которые они выдвигали, мы их, мы, правительство Ростовской области отработали и аргументы представили, что невозможно по тем требованиям выполнить, надо вернуться к той программе, которую выполняла Минэнерго Российской Федерации. И мы уже сколько сделали объектов за время реструктуризации, ведь это ничего нового в этом нет. А плюс вопросы, которые попадают простые граждане по переселению. Сделали поправки в 428-е постановление правительства, которое регламентировало вопросы переселения и остальные вопросы по реструктуризации угольной промышленности. Мы его внесли поправки таким образом, что часть людей выпала, те, которые обязаны были, которым мы обязаны были предоставить жилье и переселить, они теперь выпадают из-за того, что внесли 2 пункта постановления правительства. Ну, это же никуда не годится. Это надо изменять как можно быстрее, потому что закончится финансирование, закончится программа, все отчитаются, а люди останутся. Поэтому несколько, я вижу, направлений, несколько обращений, которые как можно быстрее необходимы федеральные органы. федеральные органы. Продолжение следует...